Всем привет, дамы и господа! Сегодня у нас, опа, RX17 Pro моделька. Давайте на нее посмотрим. Стоит что-то в районе примерно 600 евро. Погнали! И, кстати, хочу сказать спасибо вот этим ребятам за спонсорскую подписку на мой канал. В ноябре месяце в этом я среди вас разыграю мобильный телефон. Данное видео выходит прямо в день презентации и поэтому я один из первых могу его вам показать. Это новинка от компании OPPO. Здесь сочетаются навороты, во-первых, камеры. Здесь у нас основная из трех моделей состоит, но по факту рабочих два. Чуть попозже вам расскажу. Фронталочка очень хорошая на 25 мегапикселей и встроенный сканер отпечатка пальца прямо в дисплее. Будущее наступило. И оно стало довольно-таки доступно. Цену в рублях прямо вот сейчас я не знаю. Я напишу вам ее в комментариях именно к этому видео. Можете перейти посмотреть, потому что я это видео записываю до как бы официального премьера. Поэтому сам честно не знаю, сколько будет стоить. Но что-то пишут в районе 600 баксов. Ну, первое, это самое главное. Это экстерьер, потому что мы встречаем телефон по одежке, как он выглядит. Бесподобно сделали. Помните OPPO Find X? Прикольно сделали. Класс. Здесь у нас два цвета. Это туманный градиент и темный изумруд. У меня вот туманный градиент. Смотрите. Он слева немножко фиолетовый, справа перетекает в голубенький, но издалека это такой, знаете, как хамериончик. И все это распространяется не только на заднюю крышку. Здесь особый вид шлифования используется. Ну, очень-то все наворочено. Но в итоге то, что получилось, вот эта вся работа проделана, выглядит красиво. То же самое касается окантовки. Она тоже у нас вся переливается. И, можно сказать, телефон состоит как бы из двух цветов. Это какой-то бирюзовый и немножко такой фиолетовый. И все это очень плавно смешивается. И если играть, к примеру, вот так вот телефоном, то у нас все эти цвета переливаются. Здесь у нас модуль камеры. Их здесь три штуки. И одна из них 3D-камера TOF с апертурой 1.14. Это вот самая, по-моему, верхняя. И вот эта вот камера 3D, она сейчас не используется. Она будет использоваться в будущем. Как она работает, что она из себя представляет, показать вам не могу. Потому что, как бы, она есть, но пока не работает. Две остальные камеры. Это 20 Мп с апертурой 2.6 и 12 Мп с изменяющейся апертурой 1.5-2.4. То есть здесь у нас физически апертура умеет расширяться и уменьшаться. Для чего это нужно? Хочешь сфотографировать что-то яркое, где много света, уменьшаешь апертуру. Если снимок в недостаточном освещении, то, соответственно, апертурка у нас открывается до 1.5. Больше свет попадает, лучше снимок. Все эти модули камеры у нас вместили в серединку. Они довольно-таки сильно упирают из корпуса. Но когда мы кладем телефон на стол, ну да, вот у нас он, если мы вот так будем нажимать, соответственно, у нас перемещается. Снизу двойная светодиодная вспышка, название OPPO, и телефон, знаете, когда ты его трогаешь, он такой, он прям матовый. То есть матовый здесь, не прям вот такой, знаете, как стекло глянцевое. Вот именно чувствуется матовость пальцем. Очень необычно, очень необычно. Ладно, далеко ходить не будем, потому что OPPO на самом деле сделали здесь акцент именно на мобильную фотографию, как основной камеры, так и фронтальной камеры. Но фронталку они всегда делали хорошо, потому что 25 мегапикселей, побольше мегапикселей, бьюти-эффекты, и все это вот располагается вот здесь. Называется капелька. Не самый плохой вариант, не надо вырезать еще больше. Вот он как бы сверху есть и есть. Но смотрите, если мы смотрим какое-то видео, к примеру, на ютубе, в полный экран делаем, в принципе, в принципе, это не так мешает. Понятное дело, все дело привычки, но, слушайте, вполне себе. Динамик разместили над этой камерой, в маленькую такую прощевочку, рядом с окантовкой. Да его даже и не видно. Что насчет фотографий? Давайте я вам покажу, какие они у меня получились. Фотографировались без какой-либо подготовки, в автоматическом режиме. Мне понравился вообще режим портрет. Вообще, на самом деле, охрененно выглядит. И даже если пальцы растопырить, я считаю, что это хороший тест для камеры, чтобы она понимала, где именно ты находишься, и как тебя лучше обработать, чтобы замылить задник. Телефон справился, в принципе, ну ура. Фронталка тоже умеет фотографировать в режиме портрета, то есть с размытием заднего фона. Мне очень понравились даже снимки, которые сделаны просто на автоматическом режиме, и как они выглядят на этом амолед-экране. Класс. Кстати, про экранчик, переходя так плавненько. 6,4 дюйма. Здесь у нас, внимание, корни горелого глаз шестого поколения. Новая корни горела. И более прочная, меньше царапин остается. Но это нужно еще тест посмотреть определенных каналов, которые как раз делают тесты на царапание стекол. А по дисплею дыши, классно, насыщно, контрастно, мне нравится. Да, большая фишка телефона, что здесь нету сзади никого сканера отпечатка пальцев. Все, его убрали. Выглядит нарядно. Он находится у нас вот здесь вот посерединке под дисплеем. Как бы я его не тестировал, а я его тестировал на протяжении, наверное, получаса. Я забил один палец, вот этот основной, большой, и пытался другим пальцем другой руки, там, другими пальцами разблокировать. Не получилось. Хорошо. Ну, разрешение экрана здесь Full HD плюс, потому что он немножко вытянут и вполне себе хватает. По памяти, по работе здесь 6 гигабайт оперативки. И, кстати, 128 еще будет встроено в нем, ну, память, чтобы хранить там фотки, мелодии. И плюс еще карта памяти можно вставить. Там гибридный слот, две симки, либо одна симка, и одна карта памяти. Может, так, ладно, как раз перейдем и к коробке. Она тоже такого цвета, как туманный градиент. RX 17 Pro. Тащится за язычок. Вытаскиваем. Коробочка. Здесь у нас лежит телефон. В комплект дается чехольчик силиконовый. Он, кстати, такой немножко бирюзовый, что ли. И когда ты его одеваешь, нету такого прям яркого изменения цвета. Ну, сами поглядите. Дальше находим наушники, очень напоминающие AirPods. Ну, окей, зачем изобретать велосипед, когда его изобрели для тебя. И плавно мы подходим к охрененной фишке этого телефона, как и Oppo Find X. Это зарядка SuperVOOC. Это, ребят, вообще бомба. Бомба в том плане, что это революция, которую я, честно, давно ждал. Здесь аккумулятор на 3700 мАч. Но, по факту, здесь два аккумулятора. И они соединены последовательно. И вот эта вот зарядка, которая у нас выдает 10 В и 5 А, она у нас заряжает одновременно эти два аккумулятора. Как обстоят дела сейчас? Вот эта вот зарядка, я не знаю, сколько она стоит отдельно, если ты ее потерял. Понятно, ты можешь заряжать обычным USB Type-C. Кстати, здесь USB 3.1, это все очень быстро перекачиваются файлы. Вот, насчет зарядки. Тебе потребуется именно вот этот кабель, который идет в комплекте, который поддерживает технологию SuperVOOC. И вот этот блок питания. Если у тебя что-то из этого сломалось, пока телефоны как бы так массово не продаются, потому что они еще не презентованы в России, сейчас купить такой кабель нельзя. Но заходите на сайт ОП, скорее всего, может быть, они там уже появятся в скором будущем. Сколько будет стоить? Не знаю. Но что-то, мне кажется, в районе 3-4-5 тысяч рублей. Может быть. Всех знает. Но это все же мои догадки. Но заряжает эта штука телефон за примерно 35 минут до сотки от нуля. Здесь повторяется история как раз с OPPO Find X. То есть, блин, бесподобно. Красавчики. Поддерживаются здесь OTG, флешки, мышки, клавиатуру можно подключить. NFC есть. Динамик находится снизу. Здесь у нас слот как раз этот самый гибридный. С правой стороны клавиши включения, слева регулировка громкости отдельными клавишами. По экстерьеру это все. По начинке Android 8.1, вот эта вся оболочка ColorOS 5.1, можно настроить виджетами. Делаем вот так вот уменьшение. И дальше, ну, виджет, который закачиваем, программки, они у нас будут здесь. К примеру, хочу я Google Play музыку, нажимаю и выбираю, к примеру, вот этот виджет. Но хреново то, что я не могу изначально посмотреть, какой он будет. То есть, только когда я перетаскиваю. А так вот они просто здесь так отображаются. Вот, настраиваем виджеты, сколько хотим, рабочих столов. Окей. Клавиши, которые у нас сенсорные на экране по управлению телефона, я бы сразу убрал. Все это переключаем в режим жесты, они у нас исчезают. Тянем снизу наверх, останавливаем палец. У нас запуск всех запущенных приложений. Можно их закрыть, либо их все сразу закрыть. Чтобы выйти назад, к примеру, заходим в настройки, заходим в экран яркость. Вот так немножко свайпаем, и это шаг назад. Очень удобно. И больше места на экране. Поддерживается штука, как два открытых приложения одновременно. Ну, для кого же не секрет, но штука удобная. Лазишь где-нибудь там в Play Market, одновременно читаешь Twitter, либо смотришь YouTube и лазишь в интернете. Не важно. Где очень хочешь из представленных приложений. Появилась новая фишка. Я это назвал бы как панелька Edge. Ну, я просто не знаю, как это называется, конечно, боковая панель, которая доступна у нас в режиме игр, которая у нас умеет выключать уведомления. Можно сделать снимок экрана, записать экран. Она у нас находится вот здесь вот. Вот так вот выдвигаем. Здесь можно запустить, точнее, прикрепить свои часто используемые приложения. Вот здесь вот они все у нас находятся. Выводим, и прямо отсюда, хоп, можно сюда доступ иметь. Ну, круто еще. Что у нас по видео? Основная камера снимает 4K, фронталка снимает Full HD. Давайте посмотрим, как записывает основная и фронтальная камера. Поехали. Всем привет. Это качество видео на Pro-версию. Давайте с вами оценим. Вытянутая рука. Сможете оценить еще качество звучания. Как вам? Ну-ка. Давайте немножко пройдемся. И перевернем. Наверное, вот так вот. Посмотрим на травку. Давайте вам попробуем на цветочки сфокусироваться. Сейчас все в автоматическом режиме происходит, так что можете оценивать довольно-таки быстро. Так. Подойдем, попробуем на фотоаппарат посмотреть. Тоже довольно-таки быстро. Рука. Хоп. Но фокус сами видите. Довольно-таки шикарный. Фронтальная камера. Pro-версия. Посмотрим, как снимает. Звук тоже оценивайте. Вот столько всего будет влезать. Не такая уж прям широкоформатная, но вполне себе что-то заснять можно. Что касается производительности, ну, что я вам скажу. Snap 710 стоит. 168 очков Antutu. Сам по себе телефон работает без лагов. Очень все быстро. Любые игрушки идут на максималку. Подводя итог, куча памяти, гибридный слот, классные камеры, плюс 3D-шка, камера будет, которая будет в будущем использоваться, сканер, отпечатка пальца под экраном, супер-мега-быстрая зарядка и главное, сколько это будет все стоить. Цену актуально проверяйте в рублях, как уже говорил, в комментариях. Напишу вам, когда будет она уже известна. Плюс, соответственно, ссылку на сайт производителя я вам оставлю в описании. Телефон, в общем, мне понравился по своим наворотам. Все сделано круто. Напишите, как вам, нравится, не нравится все, как есть, пожалуйста, в комментариях высказывайте свое мнение. С вами был Ульян. До новых встреч. Пока, ребят.